Домашние чудовища За правду существуют Стало известно совсем недавно Буквально в прошлом году Именно поэтому большинство людей Про них знать не знают И ведать не ведают Причем обитают такие чудовища В каждом доме без исключения В отличие от тех же кошек и собак Да-да, у вас они тоже есть Уж поверьте нам, ведущим монстрологам современности И речь здесь идет совсем не о старых добрых домовых О существах куда хитрее и противней А уж ведут себя эти монстры просто отвратительно Воруют носки и расчески Ломают мебель и бытовые приборы Портят настроение и аппетит Разбрасывают по комнате одежды Выкручивают лампочки Устраивают в квартире наводнение Или наоборот Отключают горячую воду на все лето Они заставляют вас чихать И спотыкаться на ровном месте Опаздывать в школу Ронять ложку в суп и падать со стула Терять ключи и учебники Часами пялиться в потолок или в телевизор Жадничать Объедаться на ночь конфетами Капризничать Бояться подозрительных шорохов И так далее И тому подобное Словом, портят вам жизнь Самым возмутительным образом Но не даром говорится Кто предупрежден, тот вооружен Телефондель Это домашнее чудовище Обитает, как вы уже наверняка догадались В телефоне Маленький рост и легкий вес Позволяет ему без труда Разместиться в телефонные трубки Со всеми удобствами У него там даже есть диван И есть холодильник Больше всего на свете Телефондель любит лежать на этом старом Протертом до дыр диване Жевать попкорн И подслушивать телефонные разговоры Он это просто обожает Поэтому стоит вам взять трубку И позвонить, скажем Бабушке Телефондель тотчас принимается колдовать Тихим шепотом Он бормочет Какое-нибудь страшное заклинание Прямо вам в ухо И вот вы уже не в силах положить трубку Вы часами говорите с бабушкой О погоде Ценах на колбасу Ревматизме Бразильских телесериалах Словом о том Что вам ни капельки не интересно А телефонель слушает И с каждым вашим многозначительным Мгммм И рассеянным Мгммм Становится все более могучим Потом вообще выясняется Что это не ваша бабушка А чья-то еще Но признаться ей в этом Вы уже не в состоянии И только когда Телефондель у нас кучит разговор Вы будете спасены Вы скажете Наконец-то то О чем мечтали сказать Уже добрых 4 часа Простите Я номером ошибся и бросите трубку вот какое коварное чудовище этот телефон деле впредь будьте предельно внимательны а лучше всего поменьше болтайте по телефону в этом случае телефон деле от вас убежит к соседям по этажу носкотыр это домашнее чудовище питается носками стиранным предпочитает не стиранные причем он никогда не возьмет в рот носки из одной пары это не в его вкусе поэтому когда в течение одной недели вы потеряли сначала полосатый носок потом оранжево потом самый любимый розовый с дырочкой на большом пальце можете не сомневаться в вашей квартире завелся на скотыр порой на скотыр не брезгует и варежками с перчатками а также котлетами если на сковородейка осталось две он похищает фломастеры по одному из пачки ключи он снимает с кольца самые нужны мамины сережки папиной ботинки дедушкины валенки и бабушкины очки хотя нет бабушка очки как правило теряет сама причем на собственном носу все это на скотыр тащит к себе в гнездо в дальнем углу он три соли где никогда ничего не найдешь и бережно там хранит по ночам он перебирает свои сокровища нюхает их целует как маленьких детей как же избавиться от на скотыра спросите вы и мы ответим никак если он завелся в вашем доме то это навсегда вам останется лишь смириться с его пребывание в квартире и не разбрасывать свои вещи где попало можно конечно попробовать смазывать носки горщицей но это только разозлит на скотыра а злите его очень рекомендуется иначе он станет тащить у вас все подряд обжорки обитают в куконных шкафах или в холодильниках ну реже в тостерах и микроволновых печах эти неприятные создания необычайно хитры они ловко прячутся за банками с вареньем или солеными огурцами и увидеть их почти невозможно особенно на голодный желудок насыто еще куда не шло но ваши шансы и чтожные обжорки селятся группами по двое трое и питаются до вас же счет вот вот одна типичная ситуация ночью вы идете на кухню за стаканом кипяченой водички вы хотите пить ничего более но проходя мимо холодильника вы вдруг ощущаете сильное любопытство а вдруг там в холодильнике что-нибудь лежит возможно что-нибудь вкусненькое ваша рука тянется к серебристой ручке глаза загораются а рот наполняется слюной с замиранием сердца вы открываете холодильник и стараясь не дышать заглядываете внутрь и вы видите торт большой шоколадный торт ужас он весь в розочках этот торт вы купили дедушки на день рождения который состоится завтра придут гости съедят салат и жареную курицу и вот тогда настанет черед торта в розочках все пойдет совсем по-другому вы возьмете из шкафчика столовую ложку и быстро быстро пока не проснулись домочадцы во главе с дедушкой слопаете этот торт до последней крошки обжорг снова вас победит как побеждал всякий раз когда вы приходили ночью на кухню чтобы попить водички и вот и что вот с этим делать есть два варианта первый повесить на холодильник амбарный замок второй он более сложный победить обжорка силой духа сильных духом обжорки не переваривают спотыкантик спотыкантик коварен и изобретателен он заводится в доме и везде ставит свои ловушки это невидимые ловушки о которой люди спотыкаются и падают и разбивают себе коленки и лбы а спотыкантик сидит в это время в уголке под потолком и посмеивается в кулачок он обожает когда люди падают и квасят себе носы от этого он просто цветет и пахнет на всю квартиру никогда не замечали у спотыкантика несколько сотен ловушек для спотыкания он делает их из подручных материалов из яблочных огрызков вчерашних газет пакетов из-под молока а вот здесь из всякой всячины потом он покрывает их невидимой краской и устанавливает на квартире в самых популярных местах вот в дверях у холодильника в ванной вот ванной и рядом с обеденным столом если человек спотыкается и падает при этом он кричит что-то вроде черт побери или ёксель моксель спотыкантик хватает эти нехорошие слова лапами засовывает в рот и ест вот такие дела в общем если вы не будете ругаться и говорить всякие некрасивые слова то спотыкантик проголодается и от вас уйдет с катертью ему дорога ленивдель это самое ленивое домашнее чудище современности он занимается тем что круглые сутки спит если он не спит то он зевает а если не зевает то спит ленивдель настолько ленив что даже нам нам лень о нем рассказывать пожалуй мы лучше пойдем вздремнем а то от зевота совсем замучил до садилк до садилк мелкий пакостник цель всей его жизни досадить как можно большему количеству граждан и в этом он надо сказать преуспел досадилк цепляется к вам когда вы этого меньше всего ждете например поливаете вы цветы на балконе а досадилк берет и опрокидывает один горшочек вниз прямо с пятого этажа и хорошо еще если внизу нет прохожих а то не миновать вам беды или скажем пылесосите вы диван настроение просто отличное скоро придут гости а у вас диван пропылесошен но досадилк не дремлет он тихонько берет в лапы шланг зажимает его посередине и ждет когда пылесос сгорает предварительно вычихнув на диван всю всосанную пыль досадилк празднует победу таких выходок в запасе у досадилка несчетное множество из-за него в хлебнице плесневеет хлеб из-за него у вас постоянно остают часы из-за досадилка вы то и дело застреваете в лифте и обжигаетесь слишком горячим чаем и голова у вас идет кругом тоже из-за него вернее из-за его мелких пакостей оружие против досадилка одно не обращать на него ровным счетом никакого внимания разбилась чашка ерунда посуда бьется к счастью протухла колбаса дело житейское значит сегодня едим помидоры и так далее при этом при этом не забывайте улыбаться и и Редактор субтитров А.Семкин